задействуется тоже в этот процесс. И просто ставим пиявок, это достаточно просто, и бинтовать, в общем, не сложно. Не очень эстетично, но лучше это делать зимой, когда можно одеть какую-то шапочку там, да, вот. Или ближе к вечеру. Ну, я просто вариант, если к вам пациент пришел, и вы его лечите. Ну, я не делаю как бы рекламу этому методу, автор этого метода Григорий Максимов. Это не является темой нашего семинара. Выстукиваем рукой. Александр Тимофеевич на своих семинарах слегка тоже вскользь этого касается. Выстукиваем рукой. Но вы знаете, что интересно. Ко мне несколько лет назад ходила семейная пара. Они пришли, узнав о том, что ведь в Москве очень мало кто занимается этой методикой. Она очень энергоемкая для врача, она очень трудоемкая. Так вот, ко мне пришла на прием семейная пара, они пришли именно на выстукивание. Много лет назад они ездили к какому-то к целителю чуть ли не в Тверь, который выстукивал их лопаточками, такими из дерева вырезанными лопаточками. Он вот так же точно, как мой рукой, он стучал лопатками специальной длины, там как-то я не видела, говорить не буду, добиваясь того же эффекта. Того же эффекта. То есть тоже выступали вот эти синяки, узлы венозные прямо выходили. Мы не будем на это как бы вот отвлекаться, просто потому что, ну, это не мое, это не моя тема, и нельзя все объять. Но, в принципе, методика очень интересная, очень сильная. У нас с массовыми пластмассовыми бутылками, да, тоже, тоже мы. Если у человека шок, и, например, нет возможности добраться к медицинской помощи, и нет-то вигила там, что делать? Ой, знаете, Бог миловал. Слышала, что можно дать спиртное выпить. Вы знаете, да, когда, ну, если только, да, не потеряла сознание, когда, вот почему я все никак не обучусь и не хочу даже, наверное, не пойду я на апитерапию, да, лечение пчелами, у моей коллеги, вот, которая мне рассказывала этот случай, когда женщина на пороге больницы, по ступенькам больничного здания поднимаясь, ее укусила пчела, именно пчела, а не оса. И она на пороге больницы сразу умерла. Ее не успели даже до реанимации довести. Я не делаю антирекламу этому методу. Кто благословлен на это, тот делает и работает прекрасно. Да, вот анафилактический шок от укуса пчелы снимают рюмочкой водки или рюмочкой спирта там, да, он всегда у медиков должен быть в кабинете. Естественно, когда мы о кабинете говорили, о экипировке кабинета, я даже не стала о спирте говорить, естественно, он должен быть у всех. Вот, но с пиявками, честно говоря, я никогда... Был у меня случай, я вам скажу такое, может быть, немножко плохо, очень сильнейшие боли были у одного молодого человека, просто такие... Такие... А я с огромным трудом наставила ему пиявок как раз на промежность. Вот на эту вот область, точки ВГ-1, вот между анусом и мошонкой. У него были такие боли, что он говорит, все, я не могу больше терпеть, снимайте. И тогда я пошла, хорошо, у меня был запас коньяка, 56-ти градусного армянского. Я налила ему ремку коньяка и дала. Прошло? Да. И прошло. Он расслабился, успокоился, то есть там еще истеричность, истероидность такая была, плюс такая зона. Но я вам этого, естественно, официально не рекомендую, но как крайний случай, да, как крайний случай возможно. Но нашатырь всегда иметь. Нашатырь. Но нашатырь-то более не снимет, наверное? Нашатырь не снимет, но в сознание вот приведет, да, это, конечно, очень... Вот увлечение подколами, подколами, ведь... А вот хорошо, эта тема тоже сейчас, мы чуть-чуть ее осветим. Одна из ошибок тоже герудотерапевтов, их прямо в ошибку можно записать. Значит, можно человека ввести в состояние анафилоксии, страшное состояние, делая подколы крови, пьявочные ему. Это методика, которой мы много лет назад при тече увлекалась, мы делали это под влиянием Владимира Алексеевича Савинова, глубоко уважаемого, все, он великолепно, он очень такой продвинутый человек, все. Но у него на это легкая рука, понимаете? А вот у меня, например, нет. Или там у вас нет, да? Кому-то вот, как говорится, Господь благословил, а кого-то нет. Поэтому это очень большой риск. В предтече был случай, когда откачивали человека нашатырем, слава богу, привели в сознание, ну, просто вот уже до вызова скорой. То есть это методика такая, пьявку насосавшейся крови человека протирают спиртиком снаружи, вот, вкалывают иглу, вынимают оттуда миллилитр. Какой миллилитр? 0,1 миллилитра крови, 0,1-0,2. Разводят физраствором и дальше вводят либо по точкам акупунктуры, кто знает чего, да, в микродозах, либо вводят массово там в одно место. Если это лечение гинекологии, то надлобковая область, да? Мария Филиксовна, а вот Александр Тимофеевич говорил о том, что аутогемотерапия вместе с секретом пьявок. Вот я об этом и говорю. И не на физрастворе, а на собственной... Вот я об этом и говорю, понимаете? Я об этом и говорю. Можно ввести в анафилактический шок. Александр Тимофеевич, Господь так его устроил, что у него получаются такие вещи, которые никто не может сделать, понимаете? Я вас просто предупреждаю, что риск очень велик. У меня у самой лично был случай, когда я вводила таким образом пациентке поясничную область, то есть я на ранних, так сказать, своих еще этих этапах целительства этим занималась, я брала кровь, развела физраствором, ввела очень сильные у нее были проблемы поясничной области, очень сильные, ввела в поясничную область. И у нее началось такое нагноение, холодное нагноение. То есть оттуда шел гной. Да, может быть, это был дренаж, согласно с физическим представлениям. Может быть, оттуда выходили вот эти так называемые миазмы, ненаучным языком говоря. Но это было так страшно. Это только благодаря тому, что меня поддерживало... Это не предсеча, это был другой медицинский центр, я тогда в другом центре работала. Меня поддерживали доктора этого центра. Мы всем коллективом ее успокаливали и лечили. А представляете, если бы она попала в больницу и рассказала бы, что мы с ней делали. Мы бы просто все лишились бы лицензии и дипломов. Особенно сейчас, это было 10 лет назад. Я вам не советую рисковать. Просто это большой риск. Если вы без медобразования, вы можете, грубо говоря, попасть на скамейку подсудимых, да. А если вы с медобразованием, то можно потерять документы. Это очень большой риск. Аутогемотерапия великолепный метод. Вы можете применять его, как мы видели, вот Александр Тимофеевич сделал большими подколами. Прямо 20 мл крови вводятся те зоны, которые вы хотите пробить. Великолепно работает, рассасывание происходит. Второй вариант. Вы берете в меньшей крови, разводите собственную кровь физраствором или не разводите. И вводите по точкам акупунктуры. А мы об этих точках с вами много говорили. Если вы немножечко атлас купите, вы и сами это все легко освоите. Вводите микродозы подкожно, по точкам акупунктуры. Ничего не будет. Собственная кровь будет. Это называется синеология. Как это сказать? Геруда синеология. Если вы пиявок ставите по точкам акупунктуры. Прямо термом. Геруда синеология от слова сина, чина, это Китай, да? Китайская медицина. Мезосинеология. То есть вы мезотерапию проводите по точкам акупунктуры. Гомеосинеология. Когда вы хелевские растворы, ампулированные, вы знаете, конечно, все о них. Разные есть хелевские растворы в ампулах для внутримышечного, внутривенного введения. Тоже вы можете мезотерапевтической иглой вводить по точкам акупунктуры. Это не является целью нашего темы и нашего семинара, поэтому только вскользь останавливаться на этом мы не будем. Но такой вариант, он безвреден. Будет небольшая, возможно, краснота, будет небольшое раздражение, но это не приведет к никаким трагическим или для вас тяжелым последствиям. Ну что, переходим к... Когда мы работаем с ногами при перекосном расширении, мы обе ноги проопытываем. Не обязательно... Нет, вообще-то, конечно, обе. Даже если хуже одна, но не бывает, что одна хорошая, одна плохая. Можно не обязательно сразу одновременно две. Можно сначала одну, на следующий раз другую, да. Если вы, например, решили на одну ногу поставить сразу штук 15-20, вторую не надо, не трогайте. А если вы решили идти по точкам акупунктуры, о которой мы с вами оговорили, там же получается 5-6 пьявок на одной ноге. Пожалуйста, 5-6 на одной, 5-6 на другой, сзади, да. На следующий сеанс перевернули, вам просто неудобно будет с двух сторон ставить. Вы положили на живот и обрабатываете ноги сзади пьявками, да. 4-5 на одной, 4-5 на другой. Вот вам вы уложили с нормы 10 пьявок. Следующий сеанс он пришел, перевернули. 3-4 на одной, 3-4 на другой спереди. Опять упаковали, все. Потому что вот эти вот, когда вот в тазы там чего-то там с двух сторон делают, вот это я не очень люблю. Хотя, в принципе, если вы очень торопитесь, у пациента очень мало времени, он просит вас вот быстрей-быстрей, да, и он хорошо вынослив в гирург терапии, положить пациента на бок. Значит, сначала сделать переднюю постановку, ну, предположим, берем гениталии, надлобковую область сначала 3-4 пьявочки поставить, положить на бочок. Пьявки присосались, все, они не упадут. Положить на бочок и обставить крестец, копчик. Пожалуйста. Это не запрещено. Пробить с двух сторон. Вот. Но не увлекайтесь количеством. Ну, это хорошая постановка. Вы одним памперсом большим пациента закроете, ему будет очень удобно, он будет хорошо упакован. И вы объединили два, как бы, две зоны в одном сеансе. Вот это всегда очень выигрышно. Можно, в принципе, к этому прибегать. Да, да. Они же только на впрыскивание, туда и обратно, да? Не обязательно. Они могут и поработать, минут 10-15 можно поработать. Да, да. Особенно, если это не молоденькая девушка, гипотоник с анемией, да. А если это нормальная, так сказать, полнокровная женщина с лишними, так сказать, какими-то отечными моментами, да, пусть поработает, пусть поработает, ничего страшного. Ну, вы знаете, ну, та же чистота, не чаще, чем раз в неделю. Не чаще, а можно и реже. Александр Тимофеевич, сошлюсь на него, рассказывал про одного его, так сказать, знакомого гирургопевта, который своей жене убирал под глазами, так сказать, вот, проблемы и ставил по 3-4 пиявочки. Вот, правда, действительно, делал это все под, прямо вот под, на нижний век, короче говоря, ну, не близко к глазу, подальше. Александр Тимофеевич говорил, что эффект был неплохой, очень даже неплохой. Вот, поэтому и следов не осталось. Ну, я даже видела, может быть, вы ее, ну, в общем, одну девушку, которая делала глазами, и другую, которая делала без пиявок. Вот, да, полторы недели на нее можно было смотреть. Это самое, значит, да, в общем, лицо можно, да, лицо.